Детское радио представляет Спортивная программа Ох, как оказывается под водой говорить неудобно Пока не выплывешь и маску не снимешь Ни одного понятного слова, одни пузыри получаются А я-то был не просто под водой А под водой и подо льдом Вот вы спрашиваете, что я там делал В этом подлёдном царстве Э, водяной русалки Игнат тут ни при чём Нырял под лёд я не ради встречи со сказочными существами Но в сказки побывал Ведь по-другому эту красоту не назовёшь Ты будто в хрустальном дворце Над головой голубой лёд с узорами Вода прозрачная-прозрачная На дне замёрзшие растения А на них рыбы спят Ну, настоящее зазеркалье Попасть в него непросто И волшебство тут не помогает Только опыт и тщательная подготовка Всем привет! С вами спортивный комментатор детского радио Захар Сегодня у нас подлёдное спортивное путешествие Подводное плавание с аквалангом, маской и ластами Так называемый дайвинг Штука довольно известная На тёплых морях практически всем предлагают понырять и поплавать под водой Подлёдный или айс-дайвинг отличается от такого ныряния, как поход в минус 30 от прогулки по летнему парку Нырять под лёд могут только опытные дайверы и только в специальной тёплой одежде Чтобы не замёрзнуть, подлёдные дайверы носят сухие гидрокостюмы Как одежда может оставаться сухой в воде? Сразу вспоминается сказка Герой, который вышел из воды с ухой Ну, то есть с рыбным супом в руках У ныряльщиков по-другому Их костюм состоит из двух частей Верхней, которая совершенно не промокает И внутренней Она из тёплого материала В костюм уже вшиты резиновые сапоги Осталось надеть перчатки с утеплителем Маску на всё лицо, ласт и акваланг И вот айс-дайвер почти готов Но перед погружением надо ещё выучить особый язык Быр-пыр-мыр, мыр-пыр-быр Быр-пыр-мыр, мыр-пыр-быр Да нет, нет, подводные Для безопасности дайверы всегда погружаются под вы Как вы уже знаете, разговаривать под водой не получается Так что пловцам приходится обмениваться знаками Получается такой особый язык жестов Складываем колечко из указательного и большого пальца Это означает всё в порядке Большой палец вверх, всплываем Палец вниз, погружаемся А теперь растопыриваем пальцы и крутим ладошкой Это очень важный знак Он показывает, что что-то не так И вам нужна помощь Ну что, запомнили? Вот молодцы! Перед тем, как нырять, дайверы прорубают во льду прорубь Её называют майна Она и вход в подлёдное королевство, и выход Не потеряться подо льдом помогает трос, верёвка Один её конец завязывают на талии айс-дайвера крепким узлом Другой держит человек, страхующий на земле Трос для айс-дайвера, как волшебный клубок Выведет куда надо Также трос — это способ общения с ныряльчиком Каждые три минуты страхующий дёргает верёвку А дайвер должен дёрнуть в ответ Если этого не случилось, и дайвер не откликнулся Значит, надо срочно вытаскивать человека наружу Соревнования между айс-дайверами проходят и на глубину, и на время погружения А также на подлёдное ориентирование Спортсмены по компасу ходят по дну зимних водоёмов Находят контрольные точки и выныривают точно в тех майнах, которые обозначены в маршруте Ну а самое приятное в айс-дайвинге, ну, конечно, по моему мнению Это после погружения сидеть в тёплой палатке Пить горячий чай с мёдом И рассказывать о чудесах, которые видел подо льдом Подлёдные ныряльщики готовятся к своим необыкновенным погружениям В спортзалах и бассейнах Вам тоже пора учиться плавать, набираться сил, ловкости Тренировать свой организм для необычных испытаний Для чего, думаете, компания «Газпром» строит по всей стране физкультурно-оздоровительные комплексы? Ха-ха! Как раз для того, чтобы мечты детей, а занятия их любым видом спорта, стали реальностью С вами был спортивный комментатор детского радио «Захар» Всем оле-оле! Спортивная программа